Пейн Насколько уверены? Насколько надо. Я выиграл конкурс «Лучший заправщик в Московской области». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Александр Александрович. Александр Александрович, очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что, смотрите, я задаю вопрос. Вы услышали вопрос, думаете над ответом, оцениваете его от 1 до 5. Ваша задача набрать всего лишь 15 баллов. Итак, первый вопрос. На какой реке стоит город Белград? Белград? Да. Дунай, что ли? Ну как вариант. А на сколько оцениваете? Балов? Да. На 5. На 5. Правильно, это действительно Дунай. Дальше. Итак, вопросы с темы английский в русском. Как называется командная игра с применением оружия, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствия? Не знаю, но сейчас вспомню слово, это хочу. На П начинается. Пинг, пинг как-то. Ну, пинг-понг это другое. Что-то связанное, сейчас вспомню. Вот прям память выскочила. Пейн. Пин. Пейн. Ну, а что пин? Я забыл. Нет, пейн, а дальше? Ну, не пинг-понг, короче. Ну, не пинг-понг. Вот первый пейн, а дальше? Как у нас шарик? Мячик, шарик. Ну, как футбол? Пин. Ну, ничего страшного. Пейн-бол. 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 Ничего страшного. Ну, что пин что-то. А вот футбол вот это, игра в шарик. Я понял. Следующий вопрос. Очень простой вопрос. В каком городе произошло восстание декабристов? В Петербурге. В Петербурге. Насколько уверены? Насколько надо, можно больше. На пять? На пять. На пять. Точно? Конечно, в Санкт-Петербурге. Ну, вот видите, три вопроса, а уже? Ты сидишь. Да. Итак, следующий, четвертый вопрос. Из темы мифические существа. Почти всех, почти во всех фильмах эти мифические существа практически ничем не отличаются от человека. Единственное отличие – это заостренные уши и вегетарианство. Ну, вот это в Скандинавии, я знаю, есть, как они эти, гномы какие-то или вот это. А еще кто? Ну, такие, как люди. Да я понял, вот эти, как их там. Эльфы. Эльфы, да, вот это. Давайте, я вам другой вопрос задам, чтобы я тут... Так, о. Итак, следующий вопрос. На берегу какого моря находится город Магадан? Магадан? Ага. А есть ли там море рядом? Конечно. Он... Значит, Охотское море, по-моему. Охотское? Да. А на сколько, уверенно? На пять. На пять. Действительно, это так. Это Охотское море. И последний вопрос. Последний вопрос. На каком животном ездил Санчо Панса? На ослике. На ослике. Может, там, на лошади, на пони. Дон Кихот ездил на лошади, Дон Кихот. А он на пони, ну, ослик. На ослик. А на сколько уверены? На пять. На пять. Это действительно так. Это действительно ослик. Ну что ж, браслет победителя. Пожалуйста, покажите его. Да. Вы победитель. Вы набрали 20 баллов. Носите, хвалитесь, показывайте. А я желаю вам удачи. Спасибо. Смотрите нас на телеканале Видно ЭТВ. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Удачи вам. Я выиграл конкурс. Лучший заправщик в Московской области. Автозаправка. Лучший заправщик. Признали. Дали грамоту. Всему коллективу еще индивидуально. Поздравляю. Значит, у меня была идеальная чистота, порядок там. Ни пылинки, ни соринки, нигде. Вот так пальцем везде приходила комиссия проверяла. Все пистолеты, все вот это сверху трогали пальцем. Смотрели. Идеальная чистота. Спасибо. Немецкая чистота. Я вам показал, как работает в Германии. Какая там чистота. Все, половик три раза в день подмести приходит. Стекла протереть все. Все должно. Трава покошена, бордюры покрашены. Мусор там все убрал. Все сделано на высшем уровне. А приезжали внезапно проверять. Хотели поймать. Так, подойдет. Так, так. Какая чистота одежды. Все стирано, чистая. А многие грязно. Им сжав сразу. Ну, баллы. Выиграл. Удачи. Здорово. Спасибо. Так что, Витам, выиграл конкурс «Лучший заправщик» в Масмосковной. С ни одной жалобой, ни одного опоздания. Здорово. Года четыре работал. Поздравляю вас. Спасибо. До свидания. Спасибо.